В рамках исполнения поручений главы государства в воинских частях Юго-Западного особого военного округа проводятся духовно-просветительские и пропагандистские мероприятия различных форматов. Подробности в репортаже из Сурхандаринской области. Герои нашего времени, потомки Амира Тимура, Джалоледзина, Мангуберда и других великих предков, те, кто служат в рядах национальной армии, являют собой пример для подражания для современной молодежи. Патриотизм, высокая нравственность, духовность, которые вместе с боевой подготовкой военнослужащих должны создавать и создают ныне образ настоящего защитника Родины. Такая мысль прозвучала в ходе посещения верховного главнокомандующего вооруженными силами Узбекистана на прошлой неделе одной из воинских частей Юго-Западного особого военного округа. В настоящее время приоритеты расставлены таким образом, что перспективный облик отечественных вооруженных сил определяется не только направлением военного строительства. Именно человеческий фактор является особенно важным в деле создания современной боеспособной армии. А если учесть тот факт, что каждый регион страны силен своими традициями, своими чемпионами по многим направлениям спорта, искусства, то создавая все условия для дальнейшего развития талантов и способностей молодых патриотов, будут решены проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи Узбекистана. Командование воинских частей Юго-Западного особого военного округа во взаимодействии с военно-административным сектором Сурхандаринской области приняло решение не откладывать в долгий ящик, а решать задачи по мере поступления. Инициировали встречи с представителями БАШИ. Мастер-класс, что называется, продемонстрировали Аксакалы. Причем не только исполнили, но и рассказали молодым об истории этого вида искусства. Когда формирование у военнослужащих высокого морального духа, патриотизма, верности своей родине, воспитание почтительного отношения к национальным традициям и символам, отражающим специфику развития и образа жизни населения, ставится во главу угла, то, безусловно, это послужит реализацией задач в деле строительства вооруженных сил в духовно-нравственном направлении. Следующее направление – создание конного эскадрона. По мнению специалистов сферы, вполне оправданно, если учесть, что Сурхандаринская область – это приграничный регион. В ходе мероприятий с участием военнослужащих, проходящих срочную военную службу, были проведены практические занятия по обучению их верховой езде. Тем временем, в рамках реализации программы военно-технического оснащения войск Министерства обороны на 2018-2021 годы Государственным комитетом по обороной промышленности страны продолжается работа по поставке современных легкобронированных автомобилей «Тайфун». На плацу очередная партия бронетехники. В торжественной церемонии приняли участие представители военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса государства. Отмечалось, в ближайшее время будет проведено полное обновление боевой техники южного операционного направления страны. Эффективное выполнение задач во всех климатических условиях Узбекистана, что подтверждено ранее проведенными войсковыми испытаниями данного автомобиля в различных регионах страны. Добавим, что выпускает их УЗАвтотрейлер по специальному заказу Министерства обороны.